Привет, дорогие друзья! Несмотря на то, что мое предыдущее видео об украинском дипломате, который трудится в Гамбурге, при этом является открытым антисемитом, ненавидит массу народов, призывает уничтожать, убивать, оправдывает Холокост и примеряет там всякие нацистские каски, несмотря на то, что это видео было опубликовано с субботы практически, на воскресенье, видео, конечно же, вызвало колоссальный эффект. Я сейчас на данный момент знаю, что поставлены в известность и польские депутаты, и немецкие депутаты, и депутаты израильского Кнессета. Мы четко знаем, что мы не остановимся, потому что такого не бывает. Это видео шок на самом деле. И касательно того, что бывает или не бывает, сейчас мы детальнее поговорим. Должен добавить, что предыдущее видео переведено, там уже есть видео субтитры, на английский, немецкий, польский языки. Возможно, что мы переведем и на другие языки, потому что об этом надо говорить. Украинские СМИ не являются СМИ, поэтому о ситуации сообщила страна UA и еще, по-моему, какой-то один сайт, ну и, конечно, Шаринет. Остальные сделали вид, что ничего не происходит, равно как пока что делают вид, что ничего не происходит. И Климкин, которому вы, несмотря на то, что, опять-таки, повторюсь, сегодня выходные, задаете вопросы везде в публичных его соцсетях. Климкин, что происходит? МИД Украины, что происходит? И что вы дальше намереваетесь с этим делать? Я точно знаю, что генеральный консульство в Гамбурге поставлено в известность, она знает об этой ситуации. Я ей дал время до 19.00, скажу вам честно, как на духу, для того, чтобы она со мной связалась и высказала свою позицию, причем под видео, на видео, да, чтобы она высказала, что она по этому поводу думает. Мне люди объясняют, что она, мол, не в курсе этой истории была, она не знала об этом всем. И я смотрел на часы, смотрел, думал, а потом подумал, ну и ладно, не буду я дождаться 19.00, я сейчас выдам вторую часть. А если она посчитает нужным, то она выйдет на меня, чтобы не было третьей части, да, просто для того, чтобы объяснить, что происходит. Ну а теперь, касательно того, может такое быть или такого быть не может, какие есть варианты развития событий вот для МИДа Украины. Первый и главный вариант, который они использовали много раз, это все российская провокация. Я не знаю, где здесь российская и где здесь провокация, но якобы создана страница, вот, и на самом деле эта страница не имеет никакого отношения к нашему дипломатическому сотруднику. Каким образом в таком случае на этой странице публикуются личные фотографии, его личные фотографии, где он с женой на фоне озера, где он там принимает каких-то гостей в Гамбурге и так далее. Эти фотографии отображены только на его, этих двух страницах в сети Facebook. Ну а теперь самое главное, это я предвосхищаю единственную отмазку МИДа Украины касательно того, что все это инсинуации и он не имеет отношения к этой странице. Я вам сейчас кое-что покажу. Я вам покажу, насколько о его чудачествах могли не знать его коллеги. Потому что ситуация на самом деле намного хуже, чем вы даже себе думаете. Потому что его коллеги прекрасно осведомлены о том, что происходит. Хотите докажу? Поехали. Для начала вот мы посмотрим, это сайт НАЗК. НАЗК декларации консул Генерального консульства Украины в Гамбурге. Это касательно того, что может быть он не работает. Нет, он работает и продолжает эта фамилия находиться на сайте Генерального консульства Украины в Гамбурге. Вот он, Марущинец Василий Иванович. Но кто является Генеральным консулом этого консульства? Вот та самая женщина, которая до 19.00 по европейскому времени должна была связаться, но долго думала слишком. Тарасюк Оксана Борисовна. А вы знаете, кто такой Борис Тарасюк? Тарасюк Борис Иванович это экс-министр иностранных дел Украины. И он является заместителем председателя комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины, председателем подкомитета по вопросам законодательства и тому подобное. Кстати, он был до 1991 года членом КПСС. Ну это ладно. Дочь Оксана, 1972 года. И я смею предположить, что это именно та самая Оксана. Но может быть она этого и не знала. Может быть она не знала, чем занимаются ее подчиненные. Что ее подчиненные регулярно публикуют антисемитского содержания посты. Публикуют вещи, которые просто не укладываются в голове. Что ее подчиненные постоянно блокируют Фейсбук за посты, в которых он оправдывает Холокост. Где он рассказывает, что евреев никто не уничтожал. Проживая при этом в Германии много лет. Может быть не знали. Знали. Для того, чтобы узнать, знал или не знал. Знала она или не знала. Вот народный депутат Украины, видите. От Юлии Тимошенко сейчас он работал. В Министерстве иностранных дел. Министром работал. Заходим в его друзья. И здесь, среди прочих, без проблем находим Василия Марушинца. Того самого Василия Марушинца. Антисемита, ненавидящего, евреев и многие другие национальности, скажем так. А теперь, кто же в друзьях у Василия Марушинца? Запомните, Валентина Кротова. Она работает в Министерстве иностранных дел Украины. Валентина Кротова. Запоминайте эти имена. Это те люди, которые, являясь друзьями, видели то, что он публикует. Они не могли этого не видеть. Валентина Дамайтис. О, работал послом в Непале, в Индии. Послом от Украины, конечно же. Вы понимаете. Это люди, которые знали. Это люди, которые находятся в друзьях. Которые видели все его посты. Циватый Вячеслав. Запоминаем. Вячеслав. Циватный. Циватый. Циватый. Где он? Дипломатическая Академия Украины. Наталья Задорожнюк. Кто у нас? Министерство иностранных дел Украины. Это люди, которые работают в МИДе. Это люди, которые видели эти посты. Это люди, которые являются друзьями. Этого совершенно неадекватного человека. Которого, как мы уже понимаем, нельзя сказать, что это поддельная страница. Так. Это кто? Игорь Лосовской. Министерство иностранных дел. Никол из Нового, пишет он. Как я понимаю, он дипломат в Вене. Он украинский дипломат в Вене. Никогда снова, говорит он. При этом он является другом этого товарища. И наблюдает все его посты. Мирослава Зинкевич. Мирослава Зинкевич. Запомните, Мирослава Зинкевич. МИД Украины. Это все украинские дипломаты. В друзьях находятся у нашего героя. Анатолий Гончаренко. Министерство иностранных дел Украины. Это украинские дипломаты. Которые видели. Они в друзьях у этого человека. Они видели все его посты. Леонид Ясинский. У Дипломатической Академии Украины. Это он пребывал послом, насколько я понимаю, в Беларуси, если не ошибаюсь. Валерий Ступак. Валерий Ступак. Министерство иностранных дел Украины. Там практически все дипломаты украинские видели. Но как мы увидим дальше, они не просто видели весь этот абсурд, который публикует данный человек. Анна Тертишна. Тертишна. Работает в посольство Украины в Болгарии. Запомните. Анна. Запомните этих людей. Это дипломаты. Жанна Абишева. Абишева. Министерство иностранных дел. Это все украинские дипломаты. Которые находятся в друзьях у этого человека. У консула, который публикует антисемитские, откровенно нацистские материалы. Так. Министерство иностранных дел. Слава Яренко. Кто такой у нас Слава Яренко. Министерство иностранных дел. Живет в Багдаде. В Багдаде, я надеюсь, все спокойно. Это люди, которые находятся в друзьях. Иван Лукащук. Министерство иностранных дел Украины. Это все люди, находящиеся в друзьях у данного человека. Евгения Новикова. Запоминайте. Министерство иностранных дел Украины. Елена Грищенко. Министерство иностранных дел Украины. Запоминайте. Запоминайте эти имена. Вот смотрите. Час назад. Священная свастика. Символ всех. Ориян Соловьян. Ну, типа арийцев. Бей Кацапа. Хазара Реш. Эти люди видят эти публикации. Эти люди видели вот эти свастики. И на нем наша свастика. Эти люди видят эти публикации. И я сейчас вам докажу. Смотрите-ка. Кто лайкнул наша свастика? Что это за человек вообще? Профессор Национальной Академии Внутренних дел Украины. Профессор Национальной Академии. Следующий. Мы его уже видели. Валентина Дамайтис. Который работал послом Украины. В Индии. Так. Вождь Святослав. Вызволитель от Иудейского Ига. У него все идет на борьбу с евреями. Кто лайкнул этот материал? Ирина Кременовская. Запоминайте эти имена. Центр экономических и правовых исследований. Она главный редактор Вильне Слово. Это журналистка. Ей понравилось. И опять видим украинского дипломата Валентина Адамайтиса. Адамайтис Валентин Владимирович. На самом деле этот человек есть в Википедии. Это не какой-то там фрик. Это украинский дипломат. Президент общественной организации Украина-Индия. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса. Ему нравятся такого рода посты. Ищем дальше. Мадярам плевать. Не забываем, что они родные братья Мокшанам. Ну, это я не знаю, что он имеет в виду. Скорее всего, москалям имеет в виду. Опять мы видим дипломата, которому это понравилось. Очень понравилось. Польское правительство ушло в отставку. Скоро и Мадярская пойдет. Ну, типа, уйдет в отставку. И любой, кто криво или косо подумает про ныньку Украину. Кому нравятся такого рода посты? Леониду Ясинскому нравятся. Украинскому дипломату. Валентину Адамайтису опять-таки нравится. Ну, ему нравится каждый этот пост. Ну, вот здесь вот он просто был на празднике создания УПА ОУН. Пожалуйста, в Берлине работает. Украинский дипломат в Берлине. Ей понравилось. Ну, это никакой крамола нет. Я надеюсь, что здесь украинских дипломатов работающих в Польше нет. Опять-таки, Адамайтису это очень понравилось. АУНУПА. И вот этому вот гражданину, который работает в Вене. Он является дипломатом в Вене. Вот здесь вот наш герой замахнулся уже. Вот Мадярию и Румынию. Венгрию и Румынию он уже захотел тоже захватить. Размахнулся, замахнулся на чужие территории. Кому понравился замах нашего героя? Давайте посмотрим. Замах нашего героя понравился Циватому Вячеславу, сотруднику Дипломатической Академии Украины. Дипломату. Далее. Украинцы. Земля наша раз в 10 больше, чем мы сейчас имеем. Мы допустили по наехавших. То есть он имеет в виду, вот, Русины. Русины, это просто люди получали форенты, рубли Путина и доллары. Мне тяжело понять, на каком языке он вообще изъясняется. Но я так понимаю, что у него большая претензия к Русинам. Кому понравилась его претензия к Русинам? Адамайтису, конечно же. И вот еще, интересному человеку понравилось. Этот человек является председателем правления в немецко-украинском информационном и культурном центре. Я не понимаю, что он там возглавляет. Но живет он в Дюссельдорфе. И я, как понимаю, тоже является украинским дипломатом. Украина, это колыбельная белая раса украинцы, арийский народ. Ласовской написал. О, мы уже не славяне, а арийцы. Знал ли про это Гитлер, когда считал нас низшей расой? Спрашивает Игорь Ласовской. Я напомню, кто такой Игорь Ласовской. Это украинский дипломат в Вене. Знал ли Гитлер на самом деле, что мы арийцы? А вот это вот я оставил на сладкое. Вы сейчас не ошибаетесь. У вас все нормально с глазами. Украинскому дипломату, украинскому дипломату в Германии, коллеги, работающие в Германии, подарили торт на 60-летие Майн Кампф в виде книги. Осмыслите то, что я сказал. Наш герой сфотографировался с этим тортом и выложил 141 лайк. Среди тех, кому понравился торт в виде книги «Майн Кампф» в Германии презентованный. Вот этот человек, он работает, мы его уже показывали, он работает в Министерстве иностранных дел Украины. Это украинский дипломат Валерий Ступак. Ему очень понравилась шутка. Валентина Кротова, украинский дипломат. Ей также очень понравилась эта милая, абсолютно невинная шутка. Гамьянин Василь, украинский дипломат. Ему также понравился торт в виде книги «Майн Кампф», презентованный в Германии. И Александру Шияну. Шияну, да. Украинскому дипломату, который работает в Германии и живет в городе Дюссельдорфе. Также понравился. Только что я вам продемонстрировал. Это реальная страница, реального украинского дипломата. В друзьях реальные украинские дипломаты. Фотографии реальные, посты реальные. Эти люди приходят и реально им нравятся фотографии «Майн Кампф». Им нравится антисемитизм. Им нравится откровенный, неприкрытый нацизм и ненависть к другим народам. Это украинские дипломаты в Германии. Это украинское Министерство иностранных дел. Для того, чтобы внедриться в его друзья, понадобилось несколько месяцев. Для того, чтобы это все раскрыть. Для того, чтобы раскрыть массовое безумие украинских дипломатов, которые, работая в Германии, считают своим долгом отрицать Холокост и делать то, что они делают. Мне абсолютно все равно, будет ли молчать украинский МИД в ответ на это. Мы не молчим и мы будем добиваться того, чтобы эти дипломаты понесли ответственность. И чтобы украинское государство, наконец-то, хоть что-то промямлило в свое оправдание. Потому что вот это, как по мне, оправдания не имеет. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. И продолжаем публично давить этих мразей. Надежды на украинские СМИ у нас нет. Пока.